Из Лаишевского района в зону специальной военной операции направлена крупная партия гуманитарного груза. Всего же в фуру грузоподъемностью 20 тонн вошло около 12 тонн груза. Поддержка и помощь не бывает лишней. Погрузкой руководит полковник Александр Афанасьев. Погрузили быстро. Благодаря слаженной работе студентов группы правоохранительная деятельность Лаишевского технико-экономического техникума и при поддержке активистов рыболовного братства. На погрузку всего отправленного благотворителями ушло около трех часов. Все то, что так бережно комплектуют в машину, отправляют благотворители и неравнодушные жители Лаишевского района. Генераторы, бензопилы, строительные материалы для укрепления и утепления блиндажей направил основатель компании «Мегастрой» Малыгин Владимир Анатольевич. Здесь все необходимое и особенно важное. В период наступающих холодов военнослужащие специальной военной операции по достоинству оценят качество универсальных печей от Ильдара Саленгареева. А еще... Вот эти аппарели, они переносные, три человека поднять каждую может. Они ставятся на торец фуры, вот здесь укрепляются, и машина заходит по ним. Вот, коллектив, вот Ильдар Борисович, молодцы, вот изготовили. Наконец-то мы ей привезем в 12-34-ку тоже такие аппарели. Комплект резины – личная просьба бойцов. За нее бойцы поблагодарят в конце данного сюжета. Модотехнику отправляют активисты рыболовного братства и коллектив Ильдара Саленгареева. Местные предприниматели решили побаловать бойцов спецоперации и передали им арбузы и дыни. А здесь упаковывают рыбу, которую отправляет бойцам Петр Кузнецов, директор рыбозавода. Полковник Афанасьев говорит, что рыбу из Камы бойцы всегда ждут и очень любят. Они по рыбе соскучились, у меня сын сейчас каждый день в отпуске только рыбу. Я говорю, может тебе макароны скушу, он приводит рыбу. В то же время началась погрузка мототехники. Ответственный момент. Для инициаторов отправки важно довести все в целости и сохранности в короткий срок. Также редакции газеты «Камская новь» стало известно, кто отправится в зону специальной военной операции в составе гуманитарного конвоя для сопровождения и передачи гуманитарного груза. Эту партию поддержки и помощи бойцам передадут наши земляки и жители Лаишевского района. Полковник Александр Афанасьев, руководитель рыболовного братства Юрий Салмин и директор Большакабанской школы имени академика Валентина Андреева Павел Кореев. Он передаст слова поддержки и уважения в строчках и рисунках отправленных детьми писем солдату. В погрузке также принимают участие бойцы специальной военной операции, находящиеся в отпуске. Благотворительный фонд «Помощь своим» и его волонтеры передают на фронт окопные свечи и маскировочные сети, а также сухие супы и маскировочно-защитные одеяла. Скромно и по-мужски студенты помогли и уходят в техникум. Тем временем груз управляется в путь. А это так называемая серая зона глазами полковника Александра Афанасьева. Больше суток пути, и вот наши земляки на месте. Бойцы получили гуманитарный груз, который так ждали, и благодарят. Ровно благодарность соображаем коллективу Сорокина Виталия Львовича, Белякова Евгения Александровича, предпринимателя Гелинзян Азатов Аргатыч и всем тем неравнодушным, кто помогает нам в зоне СУО с гуманитарной помощью. Спасибо вам большое. Мы очень ценим это. Россия, все мы вместе сила, мы победим. А вот еще одна благодарность от нашего земляка. Спасибо большое, хочу сказать, кто помог приобрести нам такую хорошую резину, палку 1234, вы уж меня все знаете, мобилизованные слоиши. Все вот эти наборы, ключи, ремкомплект. Большое спасибо за организацию дядю Русалмину, Айрат Крымановичу, остальным всем рыбакам, кто поддерживает нас. Приехали в район, будем на него перекидывать колеса. Еще раз спасибо большое за вашу поддержку. Все получили. И снова бойцы благодарят. С нами, хоть и косвенно, переживайте за происходящее событие. Дорогие лаишицы, дорогие родные нашей близки, мы очень благодарны вам, что вы относитесь так очень бережно к нам, что вы присылаете посылки. Мы очень ценим это. Выражаем глубокую благодарность сотрудников коллектива. Малыгин Владимир Анатольевича, Иссалим Гареева Ильдара Борисовича, Барламова Игоря Николаевича и Другунова Евгения Николаевича. Благодарю. Местахова Алмазова Хваровича, Шакирова Валерия Саидовича, коллективом Кузнецова Петра Михайловича и Андреева Олега Анатольевича. Лискач Юлию Александровну и Порфирьеву Марину Владимировну и Вашину Радика Кадыровичу. Лаишевцы, победа будет дана. Общими усилиями неравнодушных земляков, лаишевцев и благотворителей удалось поддержать три батальона мотострелкового полка и ремонтную роту танковой бригады. Репортаж Олеси Гемалдиновой специально для редакции газеты «Камская новь».